Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Как всегда в это время приходит очень много вопросов, почему у меня крутятся листья томатов. Скручиваются иногда и верхушки. Вот вчера у меня были скрученные, сегодня зашла, нет, сейчас вам объясню. Скручиваются и верхушки, и скручиваются основные листья. Вот сейчас нашла один. Но причин скручивания томатов, вот видите, как бы немного скручивается все-таки. Очень много. Сейчас я назову самые основные, но ведь у каждого из вас будет своя причина, у кого-то одна, у кого-то другая. Вот самые распространенные причины, которые называются, это жирование, нарушение режима полива, потом высокая температура. И я еще всегда добавляю, что это еще зависит от сорта. Вы, наверное, заметили, что зайдя в теплицу, вы видите, что один томат у вас скручивается, а другой нет. Вот, например, при высоких температурах. Вот как раз вот этот я вам сейчас показываю. Вот видите, он не совсем как скручивается, но как бы у него что-то вот так вот, да, крутит, вертит его. Потому что у нас стоит сейчас жара, вчера было жарко. Были скручены все. А вот этот томат, рядом с ним, который расположен, он сорт называется жиростойкий и болезнеустойчивый. Он вчера даже при температуре около 40 градусов было в теплице. У нас было на улице 28-30, в теплице было 40. И за 40 он не скрутился, ни один лист. Потому что, видите, как он скрутится, у него листья такие толстые и сильно упругие, жесткие. Этот сорт называется жиростойкий и болезнеустойчивый. У него лист вообще не крутится никогда, ни в какую жару. А вот у этого листики тоненькие, нежненькие, вот они прям очень нежные. Они вчера все были скручены в спираль, сейчас немножко отошли. Начну с первой причины жирования. Во время жирования листья тоже крутятся, бывает, крутится верхушка. А, я забыла сказать, что скручивание листьев есть два вида. Если вы зайдете днем, например, в теплицу или в огород в жаркое время, и листья скручены, а потом посмотрите утром, после прохладной ночи, и листья расправлены, значит это ничего страшного. Это просто под воздействием высоких температур. Это нормально, это все томаты так делают. Но если вы посмотрите, что днем лист скручен, потом зайдете утром в огород, рано утром, когда еще прохладно, он все равно скручен и не расправляется, значит есть какие-то факторы, которые ему не нравятся, есть какие-то нарушения. Но самое первое, называют жирование томатов, я не буду распространяться, у меня есть видео на эту тему, может быть потом сниму отдельное видео. Если сильно заправлено перегноем или перекормлено азотом, томаты жируют и верхушка скручивается. Как всегда, мы хотим сделать как лучше им, а получается как хуже, происходит жирование томатов. Но вот у меня большинство томатов вчера было скручено, сегодня они все расправились, значит это просто естественное, как страдают от жары они. Вторая причина, самая частая, это нарушение режима полива. Если лист скручен, сначала разберитесь с поливом, если почва пересохшая, лист скручен, значит ему просто не хватает воды. Обычно при поливе приобильном лист разворачивается. Если лист скручен, но почва сильно переувлажненная, бывает, что он реагирует так на переизбыток влаги. Тут очень сложно вот это скручивание листьев, сухо он скручивается, сильно мокро он скручивается, жарко он скручивается, сильно перекормили он скручивается. Чаще всего ничего страшного в этом нет, или от высокой температуры, или немножко вы перекормили. Если перекормили, значит исправляйте жирование, прекращайте поливать, суперфосфат, зола, все это все знают, у меня видео есть. Если кого интересует, задайте конкретный вопрос, как исправить жирование, например, или какой режим полива. Я отдельно видео посвящу, чтобы не было сегодняшнее видео длинным. Но вот если крутит лист, короче, или жирование, или нарушение режима полива, или высокая температура, или есть такой нежный сорт. Чуть что не так, у него сразу крутятся листья. Но каждый разбираться в скручивании листьев должен сам, потому что не может быть у всех одна причина. Кто-то перекормил, кто-то не долил сухо. У кого-то, может быть, вот как у меня вот этот, просто сорт такой, я ничего с ним и делать не буду, потому что рядом стоящие прекрасно себя чувствуют. А этот вот капризничает, крутит листья. Не может же быть, что ему одному жарко, или его одного перекормили. Просто капризничает. Будем ждать, когда будет не очень жаркая температура, может быть, расправится. Вот это коротко о закручивании листьев. Все с вами была Ольга Чернова. Если кого-то интересует конкретно, какой-то, например, или жирование, или перелив, или там, не знаю, задавайте вопросы. Ну вот это вот, я говорю, что этот вопрос, он очень многосторонний, многогранный. У каждого может быть своя причина скручивания. И вам надо выяснять самим, что не хватает вашим томатам. Или им сильно жарко, или сильно сытно вы их покормили. Все, до свидания.